Охра, она от паразитов помогает, так что, может быть, от покойника тоже спасет. Это не дядя Вася, с которым мы вчера чачу пили, а сегодня он пляшет с рогами на голове. Но потом он отлежится, мухоморы из него выйдут, и будет снова дядя Вася. Две шкурки куниц, таз леопарда, крыло беркута, хвост быка и стопа мужика. Ну, зомби фактически готовый. То есть мы его свяжем, порежем, сверху придавим чем-нибудь. Обряд обезвреживания покойного. Это 176,5 тысяч лет назад, а в более поздние времена это приобретает чуть более внятные черты. Например, в виде культа голов пещерного медведя, известного у няндертальцев. Есть несколько примеров, когда черепа медведя укладывались в какие-нибудь ниши в стену пещеры и закладывались камнями. Ну, допустим, в ветернице череп лежит в нише и заложен стеночкой с камней. Ну, а рядом еще другие кости. Есть какие-нибудь картинно выложенные черепа на подставочке, и там какими-нибудь этими трелистниками или крестиками, да, что-нибудь такое. В пещере Дрехенлох вроде бы какие-то черепа там лежали в каменных ящиках. Но, опять же, это не утилитарно, это не запас мяса, но с большой вероятностью это какой-то ритуал. Но про неандертальские времена мы в этом смысле знаем до крайности немного. Ну, в принципе, сюда же можно подтянуть и погребение, когда людей стали хоронить. И это явно говорит о том, что, наверное, были какие-то представления загробной жизни. Поначалу, наверное, погребения имели цель чисто утилитарную, такую санитарную, ну, чтобы там под ногами не разлагался, да, выкинули его в яму какую-то, пусть там лежит. Но у неандертальцев появляются и погребения, когда именно яма, выкопанная нарочно, туда положено тело, и сверху всё это засыпано. Но, правда, у неандертальцев ни в одном случае нет инвентаря и нет каких-то внятных следов, собственно, ритуала. Правда, поверх могилы что-то такое может быть. Самый известный красочный пример – это Тешикташ в Узбекистане, пещера, где был похоронен ребёнок, ну, скорее всего, мальчика, может быть, и девочка там, ну, по ребёнку трудно это понять, и уже поверх могилы были водружены рога горных козлов. Ну, то есть, опять же, тут пользы никакой, да, но их прямо там много так вот кругом стоят. Ну, там, понятно, что они попадали, там, сместились, но тем не менее. Ну, потом ещё пришла пещерная гена, всё это раскопала, вот, но, тем не менее, это вот какая-то уже конструкция. Или в пещере Лефераси, там поверх могилы одной лежит каменная плита с ямочками. Ну, ямочки, видимо, более-менее естественные, но плита выглядит не очень стандартно. Ну, вот, и она поверх могилы была положена. И у неандертальцев в погребениях проявляются вот какие-то следы вроде бы ритуальных действий, но очень невнятные, потому что охры в погребениях нет никогда, инвентаря нет никогда, ну, и вот только сверху что-то такое вроде бы может быть. А вот у кроманьонцев, то есть у наших предков-сапиенсов, следы уже какого-то такого ритуального поведения проявляются в избыточном количестве. Когда они начались, честно говоря, мы не очень знаем. По той простой причине, что очень долгое время наши предки в таком уже полусапиенном состоянии жили в Африке. И проблема в том, что в Африке находок много, а раскопок мало. И большая часть находок, она случайная. Поэтому утерян контекст. Ну, когда кто-то шел и нашел череп, да, и не выкинул его, а принес в музей. И даже когда это научные экспедиции, сплошь и рядом там находки, именно находки. То есть когда выстраиваются цепи следователей, они идут по саванне и собирают все, что плохо лежит. Ну, или хорошо лежит, красиво лежит, но, тем не менее, собирают. А вот так, чтобы был раскоп со стратеграфией, планеграфией, с документацией нормальной. Таких прецедентов в Африке очень немного. В Южной Африке в пещерах такое есть, немножко в Кении, в Эфиопии, в Танзании. А на большей части, в общем-то, особо и нет. Ну, и в Северной Африке еще отдельно. А так почти и нет. И у нас просто крайне недостаточно материала, чтобы увидеть вот эту самую ритуальную деятельность. Это проблема. А это самый-то интересный, на самом деле, момент, потому что именно там, у нас, в Африке, от 300 до где-то 50 тысяч лет назад, наш комплекс поведения-то и сложился. Есть редкостные, редкостные, тому вот примеры, такие очень невнятные. Ну, например, в Калькбанке были найдены в Южной Африке несколько зубов бородавочника рядом с орудиями. Ну, вот они так плотненько лежат, видимо, это в сумочке лежало. Ну, и орудие-то с ним непонятное, да, все, оно как бы полезное. А вот кулаки бородавочника не имеют никаких следов использования. И, может быть, это предполагалось для украшения, но там нету дырочек каких-то. А может быть, это какая-то ритуальная штука, но тоже не очевидно как. И вот оно как-то несуразное. Может быть, кстати, первые сэппинсы выносили из-за предела Африки какие-то свои такие ритуальные штуки. Ну, например, в Индии в одном из мест обнаружен такой комплекс, где стоят камни вертикально установленные. Ну, довольно длинный ряд, там сколько-то метров. И тоже вот так вот водрузить камни в вертикальном положении, ну, это надо постараться. Да, пользы от этого никакой. То есть, ну, никто, ну, это не загон какой-то, да, но тем более это еще ашельские времена, это полмиллиона лет древность. Это, по сути, еще как бы почти пятикантропы. Но культура там похожа на синхронные африканские. То есть, в принципе, это могли быть такие вот как бы прото-прото-сэпиенсы, как вариант. Ну, вот поставили как бы, да, зачем, почему, непонятно. На Ближнем Востоке что-то тоже подобное есть, когда порядка ста тысяч лет назад появляются погребения с инвентарем. Ну, самые известные это в Скуле и Кавзехе. Ну, не только там, но это самые такие хорошо изученные, здорово опубликованные, где, допустим, в Скуле-4 погребение человека с челюстью кабана в руке. А в Кавзехе, в 11-м, например, там погребение ребенка, причем такого с травмой еще, к тому же. И поверх него лежит каменная плита, есть охра, есть какое-то там печеное яйцо страуса. И самое главное, поверх груди этого ребенка лежат здоровенные рога лани, огромные такие, здоровые. Ну, вот, так что это явно туда попало не случайно. То есть, не уронили они туда эти рога, да, или эту челюсть кабана, потому что она прямо вот в руке буквально зажата. Вот, и это значит, что погребенному уже что-то вручалось. Ну, если нету никаких представлений о загробной жизни, то зачем погребенному что-то класть, да, то есть пользы в этом никакой. Ну, если это его вещи, они вам не нужны, ну, выкиньте вы их вообще, да, зачем в могилу класть. Вот, и значит, это предполагалось, что человек в будущем может как-то это использовать, наверное. Ну, вот он как бы умер, да, но у него будет другая жизнь. Сейчас как бы с нами его нет, но где-то есть еще в загробном мире. Ну, в том же Кавзехе об этом, ну, так двусмысленно намекают сами погребения своей ориентацией. Потому что погребений несколько, и они совершены головами в сторону пещеры, а ногами как бы из пещеры. И лежат ровно по такому ряду, где тень со свода пещеры падала на землю. И получается, что головы оказывались в тени, а ноги оказывались на свету. И, ну, представляется, что это представление о загробном мире. То есть когда вот они уходят, как бы умершие во тьму, да, в царство мертвых, в царство Аида фактически. Причем понятно, что погребения совершались несинхронно. То есть это не то, что прям толпа людей померла, а их там рядочком разложили. А это проходили интервалы, иногда чуть ли не в сотни тысячи лет. Ну, там погребений много, но несколько из них более-менее синхронно, где-то порядка 100 тысяч лет назад. То есть это такая хорошая дозировка. И там же в Кавзехе есть двойные погребения, допустим, мать с ребенком. Тоже, в принципе, если нету никаких религиозных представлений, то, наверное, можно похоронить их как-нибудь отдельно. А вот их похоронили вместе. И так закономерно. То есть там лежит женский скелет, а у ног маленький ребенок. И вот чтобы они были как бы вместе, опять же. Но такие намеки, они спорные, прямо скажем. То есть, а может быть, это и не без религиозных представлений. Ну, как еще более древний пример. Например, 430 тысяч лет назад в Сима-де-Лос-Уэсос в Испании они скидывали тела просто в яму. Ну, это, видимо, чисто утилитарное, да, такие санитарные погребения. Но там же найдено рубило красное с желтыми прожилками, которое вот специфическое. То есть оно из особой породы камня сделано, оно просто красивое. И вот возникает мысль, просто, может, они его туда уронили, в эту яму. Может, оно там у кого-то в кармане лежало, там, в меховых штанах, да, они его туда швырнули, и как бы рубило там оказалось. Ну вот. А может быть, это ритуальное подношение для будущей загробной жизни. Мы можем гадать, мы не знаем. Ну, со временем, примерно 50 тысяч лет назад, когда появляются уже такие сапиенсы-сапиенсы, ну, то есть кроманьонцы нашего облика, не нашего типа мышления, вот с этого момента мы уже вообще не сомневаемся, что есть религия, которая проявляется самыми разными способами. Ну, если вот продолжать тему погребений, скажем, обряд обезвреживания покойного распространяется широчайшее. Тому примеры есть и в Самаре, там есть такое погребение Маяк, и в Костенках, в Костенке 14 марки на гора, и в Дольних Вестойницах, в Дольней Вестойнице 3, и там в самых разных других местах. Идея такая, что когда человек помирает, он становится духом, и может быть, он потом еще из могилы вылезет и будет ходить. А вдруг я ему что-нибудь там сказал не то, да, при жизни еще, а он это запомнил. А может, я его вообще лично прибил, и он как бы хочет мне отомстить. И вот мне не надо, чтобы он ко мне на стойбище притащился темной ночью, да, и что-то мне нехорошее сделал, поскольку, ну, это не естественно, да, это сверхъестественно. А стало быть, я не знаю, как с этим бороться, он уже мертвый, его убить нельзя. Ну, зомби фактически готовый. Что с этим делать? Не очевидно. Ну, а с другой стороны, очевидно. Надо его похоронить так, чтобы он вылезти не смог. И давайте мы сверху положим какую-нибудь там лопатку мамонта, как вдоль них в эстоницах, да, еще лучше его свяжем веревочками, как и там же, и вот во всех этих перечисленных случаях. А еще лучше подрежем ему поджилки, чтобы он точно встать не смог, как в маяке было сделано, и там натуранные кости, такие замечательные надрезы сделаны. И, кстати, в костенках 14 тоже его, судя по всему, так же примерно обезвредили. Ну, вот, то есть мы его свяжем, порежем, сверху придавим чем-нибудь, да, еще какие-нибудь там охры засыпем богатенько, ну, как, собственно, почти все погребения верхнего палеолита. Ну, а красный цвет – это символ смерти, жизни, там еще чего-то такого, да, ну, и к тому же охра, она от паразитов помогает. Ну, вот, так что, может быть, от покойника тоже спасет. Ну, вот, и вот мы все это сделаем, и тогда он точно к нам не придет. И мы все это делаем, и он точно к нам не приходит. Сработало. То есть это экспериментально проверенная магия. Она работает. А если вы предложите такому человеку проверить, да, и вот это все обряд не совершить, и посмотреть придет или нет, он покрутит пальцем у виска и скажет, вы что, я вот всю жизнь хоронил так, да, засыпал охры, резал поджилки, связывал, и они каждый раз не приходили. Это работает. А вот мне надо, чтобы он пришел? Не, не надо. Поэтому я буду впредь так делать. Это магия, которая проверяется. Это в обрядах, в погребальных обрядах. А есть, понятное дело, и другие. Ну, например, наборы каких-то вот таких неочевидных предспособ обнаружены при раскопках костяных домов в Межиричи и в Мезине. Это стоянки на Украине, еще там в советские времена раскопаны, и чудесно опубликованы эпидаблички, ну и не только им, там, другими исследователями. Ну, а на самом деле аналогичные конструкции есть и в других местах. В Юдиного, в Брянской области, есть костенки в Воронежской области, есть и в Липецкой, там где-то еще. Ну и, кстати, в Центральной Европе, в Союзе Чехии тоже такое обнаружено. Ну, не везде хорошо опубликовано, надо сказать. Но в чем суть? Огромная конструкция из костей мамонта, обычно считается, что это жилище, но вот далеко не факт. И в одном из них обнаружены черепа мамонтов с росписями. То есть черепа с нарисованными на них какими-то такими извилистыми знаками. И причем эти черепа стоят у входа. Ну и представляется, что это может быть знакохранитель. То есть когда есть какой-нибудь дух холода, и он хочет, ясное дело, ледниковый период на дворе залезть в жилище. Нам это не нужно. Поэтому мы поставим череп мамонта со знаками огня. Дух холода подумает, что тут горит огонь, и не полезет, даже когда огонь не горит. Ну а когда огонь горит, то уж точно не полезет. И что характерно, в этом жилище два входа. Один вход был старый, и они его потом заделали. Ну как-то, видимо, там ветер дул, я уж не знаю, что там им не понравилось. И вот рядом с ним есть череп с росписью, но старый такой, раздолбанный. То есть он явно свою функцию выполнил, и потом он как-то тихонечко в уголке разваливался. А потом они сделали другой вход с обратной стороны и поставили там новый череп красивый, расписной. А в другом жилище найден целый комплект костей с подобными же орнаментами. То есть там всякие длинные кости, бедренные, плечевые, лопатки, еще там тазовые кости. И тоже на них вот эти вот такие зигзаги красной охрой накорябаны, ну намазаны вернее. И тут представить утилитарное назначение вот этих узоров совершенно невозможно. А ритуальное – да. Ну был ли это дух холода, это я, конечно, фантазирую на ходу фактически, да. Но с довольно-таки большой вероятностью что-то подобное было. Развивается охотничья магия в самых разных вариантах. Наиболее документированный случай – это случай из Зарайска. Зарайск – чудесная стоянка в Подмосковье. И там много чего найдено, но в одной из ям обнаружена фигурка бизона. На дне довольно глубокой ямы, что надо было еще весь на мерзлоте выковыривать на самом деле. Подставочка из белого песочка, оставленная специально. Она засыпана уголечком и охрой, поверх лежит фигурка бизона, такого примерно размера, идеально сделанная. Там и шерстинки нацарапаны, и рожки, и глазки, и там все есть. Маленький такой хвостик сделан. Но у статуэтки с одной стороны отломаны ножки, видимо, чтобы далеко не убежала. Причем, кстати, да, показательно, что статуэтка именно бизонихи, а не бизона. Потому что бизониха, во-первых, спокойнее, она не такая злобная, а во-вторых, она мягче, ее есть приятнее. И вот, стало быть, отломаны ножки. Причем в самой яме этих ножек нету, их отломали где-то на стороне. И самое главное, с левой стороны, там где сердце, это место сердца, истыканное каким-то каменным ножом от души. А с обратной стороны, с правой, намазано охрой, как будто кровь вытекает. То есть это сквозные удары, как будто были, как будто они прям вот убили этого бизона, из него вытекла кровь, и его положили на этот треугольничек с песочкой. А рядышком положили шкурки песцов, ну там косточки остались, и зуб мамонта. И есть предположение, что вся конфигурация, весь этот комплект изображает на самом деле саму Зарайскую стоянку. Потому что сама Зарайская стоянка находится на мысу над речкой Осетр, откуда довольно-таки широкий вид открывается. И это стоянка охотников на мамонта. Там вся стоянка просто завалена костями мамонта, их там просто немереное количество. И они использовали одежду из песцовых шкурок, потому что там есть подвески из этих клыков песца. Ну ясно, что песцы это шкурки. Поэтому вот этот мысочек, видимо, это ритуальное изображение самой стоянки, где вот есть мамонты, есть песцы, есть орудия, и мы туда принесли бизона. Мы его где-то добыли, обездвижили, ритуально убили и принесли сюда, и теперь у нас будет много-много бизонов. Ну такая магия могла быть самая разнообразная. В Борщово, например, есть статуэтка, фигурка такая, вытянутая, человеческая, вотнутая рядом с очагом. Тоже вот какой-то дух-хранитель очага. На Янской стоянке в Якутии обнаружен череп волка, лежащий в очаге. Тоже как бы неспроста, причем восстывший очаг. То есть когда уже все, они стоянку оставляли, огонь потух, ну вот они собрали пожитки, поверх очага положили череп волка и ушли. Вот оно как бы в чистом виде религия, чтобы что-то там такое случилось. Они испытали опять же при этом эмоции, обеспечили себе какой-то ритуальный успех и ушли в закат. А может на восход как вариант. Но такого как бы плана находки в Верхнем Палеолите становятся многочисленными. Ну те же там Венеры Верхнепалеолитические, изображения шаманов, погребения шаманов. Ну изображения, допустим, в пещере трех братьев Труафрер, в Габелу, в Шаве, когда человек с головой зверя, в Шаве, допустим, с головой бизона, в Габелу с головой быка, в Труафрер с головой оленя, с какими-то непонятными бородами, с какими-то странными глазами, с лошадиными хвостами, ну и там в других местах тоже такое есть. И в каком-то вроде бы ритуальном танце. Ну то есть вроде она и фигура человека, но с какой-то очень странной позой, ну как человек не ходит, ну и звери такие не ходят, да, и там ноги-то человеческие изображены. Ну вот, поэтому, наверное, это шаман. Причем, заметьте, что когда древние люди изображают шамана, они изображают не шамана, они изображают духа, которым стал шаман во время камгания. Ну что нам известно из этнографии. То есть по представлениям всяких этих первобытных народов, то, что просто зафиксировано этнографически, да, из записей, это не шаман танцует, изображает, а это и есть дух. Он становится, собственно, духом. И более того, сам шаман искренне верит, что либо он стал духом, либо духи в него вселились, что, в общем, примерно одно и то же. И все окружающие искренне верят, что это вот он и есть дух. Это не дядя Вася, да, с которым мы вчера там чачу пили, да, а сегодня он там пляшет с рогами на голове. Ну вот, а это, собственно, дух, вселившийся в дядю Васю. Да, ну дядя Вася – это просто носитель, как бы. Ну потом он отлежится, да, там мухоморы из него выйдут, и как бы будет снова дядя Вася. Вот. В первобытных религиях каких-то суперустановленных положений, как правило, нет. Потому что все эти положения религиозные передаются сугубо из устно и на личном примере. И, как правило, они даже не объясняются. Просто шаман прыгает и орёт, да, и следующий потенциальный шаман, он этим проникается и потом тоже прыгает и орёт. Ну, плюс-минус примерно так же. Но если это бесписьменная культура, то не будет какой-то строгой унификации вот этого самого обряда. Вот. Могут быть какие-то сезонные вещи. Ну, там прилетели гуси, и мы там поём про гусей, да. Там нерестятся какие-нибудь лососи, мы будем совершать обряд нереста лососи. Вот. Но конкретное проявление будет каждый раз немножко другое. Даже в неолите, при первом производящем хозяйстве, когда уже, казалось бы, довольно большие коллективы, и то вот эти ритуальные проявления каждый раз другие. Ну, то, что мы можем фиксировать, допустим, погребальный обряд, каждый раз погребения немножко другие. Потому что люди не каждый день умирают, да, и через 10 лет они уже не сильно помнят, как хоронили предыдущего. Ну, и примерно так же. И доля фантазии там получается довольно-таки большая. Ну, что, опять же, нам из этнографии известно, когда, допустим, обряды австралийских аборигенов, они зависят от миллиона причин. И главное из этих причин – это желание и хотелки главного организатора этого шабаша. Ну, там, в Хараборе это будет называться, да, по-учёному, но тем не менее. То есть вот ему захотелось, чтобы все шли справа налево, с перьями попугая на голове, знаешь, будут идти так. А другой скажет, нет, идём слева направо, и с перьями ему в голове, не в голове, а в другом месте. И будут, соответственно, так шагать. Ну, вот, но почему ему так захотелось? Потому что вот так ему там в голову пришло. И понятно, что есть некая традиция, в которой другие старейшему скажут, нет, вот ходили с перьями попугая, и нехорошо с перьями ему ходить. Вот, а если таких не найдётся, да, вот сиюминутно, вот в данный конкретный момент, то будут ходить с перьями ему в том самом месте. Вот, так что, если это примитивная религия, она не может быть унифицирована. А конкретное проявление, собственно, самого обряда, ну, в какой-то степени похоже. То есть, поскольку это нужно вызвать эмоции у окружающих, да, значит, это будут какие-то нестандартные звуки и нестандартные визуальные образы. То есть, надо нарядиться, напялить на голову, там, какие-то, опять же, рога, какую-нибудь страшную маску сделать оскаленную, да, или, наоборот, без зубов, без лица, там, без глаз, какие-то косматые шкуры там на себя нацепить, какие-нибудь побрякушки в большом количестве. Ну, раньше они были какие-нибудь костяные, деревянные, а потом они стали металлические, ну, то, что там, венкийский какой-нибудь костюм, да, там, весь увешанный, там, этими штуковинками всякими. Ну, вот, и надо как-то нестандартно себя вести. Прыгать, кривляться, орать, кататься по земле, вот, ну, сопровождая это богатым рассказом о путешествии в загробный мир, например. Что вот я там еду по дороге мертвых, они меня окружают, клацают зубами, ну, и там, тряся этими костяшками, да, изображать, как они клацают зубами. Ну, у людей вокруг фантазия тоже богатая, они это все живее представляют. Как конкретно выглядели шаманские обряды в прошлом, мы не очень, честно говоря, представляем, потому что у нас есть либо погребение шаманов, и то еще надо попытаться доказать, что это именно шаман, а не просто там богатый человек, которому все барахло свалили в кучу. Вот, у нас есть изображение шаманов, вот эти вот наскальные и на всяких там костях, нацарапанное, и у нас есть этнографические наблюдения. Но вот это вот шаманство, оно видно на наскальных рисунках, на всяких этих гравировках, оно видно в погребениях, допустим, в Брно есть погребение шамана, где вне жилища, вне поселения, где-то в чистом поле похоронили человека, и он сам по себе довольно такой экстремальный, и плюс у него там всякие диски какие-то костяные, из бивня мамонта, из камня, с какими-то значочками, какое-то расколотое кольцо каменное, шлифованное, что характерно, какая-то колотушка из рога оленя, может быть, для бубна шаманского. Подобные есть находки и в Дольних Вестойницах, уже помянутых, и, например, в Израиле, в Хеллзон-Точтите, где погребение женщины в сидячем положении, в довольно глубокой яме, на подстилки из панциря черепах, которых они где-то там жарили, ели, да, и засыпали там сколько-то сотен штук этих панциря черепах, вот, и в сопровождении этой женщины две шкурки куниц, таз леопарда, крыло беркута, хвост быка и стопа мужика, вообще такого-то беса, там рядом с ней лежит, вот, и плюс туда же они покидали кости каких-то кабанов съеденных, туров, вот, и все это радостно закопали, после чего устроили там святилище, и потом еще хоронили других людей, вот, так что тут уже, вот, практическими нуждами это не объяснишь, и проявлений вот такого ритуального действия становится все больше и разнообразнее, ну, потому что утилитарного назначения нет, практической привязки ни к чему, в общем-то, нет, и тут уже конкретные проявления зависят только от фантазии и от количества съеденных махморов, и фантазии-то можно придумать до бесконечности, вот, а самое главное, что мы из этого изымаем, что они могли это самое представить, то есть их мозг оказался настолько развитым, настолько сложным и настолько глючным, что мог выдавать вот эти выплески психической энергии в виде представлений о божествах, ну, и в первобытном варианте это все существует в таком вот мутном, невнятном, вплоть до современности местами, а на новый уровень выходят в эпоху больших сообществ, когда люди начинают жить протогосударствами или даже уже и государствами, ну, какие-то там раннешумерские, да, и там позднешумерские, и там всякие аккадские, и вавилонские, и сирийские и прочее, когда в одном коллективе собирается уже не 20-30 человек, а 200-300 человек, а то и несколько тысяч, и тогда религия выходит на новый уровень, потому что она получает назначение сплотить этот самый коллектив. И когда у нас есть общество, которое нужно сплотить, то внешние проявления религии, ну, вот эти обряды твердо установленные, да, там какие-то внешние проявления, амулеты и там так далее, и так далее, становятся очень важны именно в общественном плане и становятся инструментом сплочения своих, отторжения чужих, иногда привлечения чужих, сделания их своими, да, и в какой-то степени подчинения и упорядочения структуры общества. Когда у нас есть главный жрец, ему все должны слушаться, потому что он главный жрец, потому что Бог так сказал. А кто не слушается Бога, ну, как можно не слушаться Бога, да, того сразу на костер, например. Ну, или там голову можно отрубить, или выгнать его из общества, или еще что-нибудь нехорошее с ним сделать. И вот в таком уже социальном значении, сплачивающем, не индивидуальном фактически, да, как было в каменном веке, а таком общесоциальном, эта религия дотягивается вплоть до наших времен. Субтитры создавал DimaTorzok